Первый вопрос. Удалось провести товарищескую игру с локомотивом. Главные выводы для себя. Какие сделали в этой игре? Наверное, главный и сам позитивный результат, то, что выиграли. Что очень важно было. Мы, московская команда, еще не обыграли. Это раз. И второе, наверное, то, что большая группа игроков, которые сегодня не задействованы были в первой части чемпионата, в первых играх, они показали, как и меньше, они уступают тем игрокам, которые играли в старом составе. И вот это очень меня радует, то, что большая группа явно не уступает. Рад состава может быть более такая. Большая. Трансферная компания, как оценить ее? Все-таки закрылась еще длительная трансферная компания. Я не буду оценить трансферную компанию. Чувак я могу оценить на оценки или по баллам. Что-то у нас получилось, что-то не получилось. Это рабочие моменты. Хотелось бы, чтобы еще группа атаки. Вот, что-то Максим вопрос решается. То есть должно все нормально быть. Ну, вы знаете, хороший футболист не так просто тащит сюда. Это раз. А второе, мы только вошли в эту лигу. Нам вдвоение просто. Потом, я еще раз говорю, мы работаем на определенной денежной коридоре. Поэтому здесь... Другое дело, то, что у нас внутри есть еще резервы. И то, что мы можем играть лучше. Но те травмы, которые у нас случились, у нас мы потеряли. Сейчас у нас ни Шевченко, ни Бурмистрова. В общем-то, это та пара, которая начинала в атаке, начинала очень агрессивно и интересно. Я думал, мы вообще ее разыграем. Но Никита уже приступил к тренировкам. Игорь пока травмирован. Вот так медали программе тоже занимается. Но пока нет. Верхамов зато поправился это прибавление. Да, он пропустил ряд тренировок и матчей. И вот в этом уже играл в первой тайме. Понятно, что пропуск скалывается, но он набирал. Такой вопрос по «Зениту». Команда серьезно изменилась по прошлому сезону. И пока не все получается. У них в атаке, наверное, только сейчас начинает сыгрываться. Как к команде будете готовиться? Все-таки это один раз. У нас каждый игрок кубок. Мы каждую игру должны играть изо всех сил. Мы уже в этом году играли с большими командами. И с ССК, и с Краснодаром. Мы участвуем в больших командах. С «Спартаком». Что-то у нас не получалось. Какие-то отрезки матча были хорошие. Но не получался результат, скажем так. Но я думаю, тот опыт, который мы получили здесь, будет сказываться. Мы, я думаю, не поборемся. Отличительная черта «Зенита» какую-то, можно ли, назовете? Ну, вы знаете, он немножко отличается от «Зенита» прошлого года. Прежде всего, команда играет. Это чувствуется, ощущается. Если команда зависела от игры «Халка», то сейчас играет команда более разнообразная. Потом хорошие кондиции. Плюс мало игроков у них поехал в российскую сборную. Но и готовились дома. Я рассчитывал, что все же разъедутся. А нет, так они целостно готовились. Ну, тем интереснее игроков. Сергей Александрович, как строится общение с испаноязычным игроком «Вергары»? Все-таки наши легионеры англоязычные. Насколько удобно ему в коммуникации? Футбольный язык интернационален. Мне легко с ними работать. Те требования, которые есть на поле, они предлагают на тропках и в Милане, и в ЦСКА, и в Арсенале точкам одинаковые. Поэтому тут проблем осылок нет. В быту, ну, в быту вот сейчас мы разговаривали как раз. Сейчас приезжал в президент клуба как раз, приезжал с переводчиком, девочка, которая знает именно испанский. Мы немножко более широко разговаривали как раз по его подготовке, чем он занимался раньше, и как он работал в том ключе. Поэтому есть у него травма определенная. Поэтому он еще работает в индивидуальной программе. Ну, с лошади рядом встречается. Поэтому, да нет, так, проблем не лишних. Все, наверное, все. Спасибо. 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 Спасибо.